Субтитры создавал DimaTorzok Первый источник – это Писание. Когда ты читаешь Писание, Бог говорит с тобой, потому что там слава Бога. Второй источник – это молитва. Это когда ты говоришь Богу. Ты говоришь Богу, и Бог тебя слышит, и твое сердце чувствует. Третье – это когда ты совершаешь Таинство Церкви. Сердце чувствует Бога. Пойди завтра на службу. Постой. Минут сорок. И выйди на улицу. И посмотри в свое сердце. И ты увидишь, что твое сердце испытывает то, что не испытывает нигде и не после чего. Это совершенно уникальное состояние. То, как это вышло из Церкви. Поэтому Таинство Церковное, но главная Таинство – это причащение и исповедь, которые у нас постоянно повторяются. Через это познаем Бога. А так все Таинство – и веща, венчание, крещение, рукоположение. Каждый священник скажет, что когда мне рукоположили, я почувствовал, что я стал другим человеком. А многие прямо даже замечают, как благодать Божия, она человека преобразовывает, преображает. И четвертое. Господь сказал, что ты сделал одному из малых сих, то сделал мне. Пойди завтра после службы посети Больдово. Извини, жена, звонит. Алло. Да, моя любимая. Я в Новоспасском монастыре. Здорово, да. А тут с ребятами разговариваю. Ну, ну, разные тут есть, и студенты. Ну, есть и такие здоровые уже. Никак, там просто встретились. Мы уже второй раз. Вот, ну, да. Буду продолжать. Целые тысячи позвонили? Вот. Желание святое. Как молодоженок говорили. Так, а мы всего 45 лет жена. Даже я не заметил, как это все пролетело. Вот. И четвертое. Вот пойдешь по постели больного, а ведь священники постоянно уходят. Ходят по больным, умирающим. И вот, когда уходишь от него, вот, действительно, как вот, Христос по душе прошел. Вот я всегда чувствую, что из всех дел, а у меня море дел. Ну, вот это самое важное. Или вот я приеду в свой детский дом, там, пообщаюсь с мальчонками, со своими. И вот, вот есть у меня полчаса, я обязательно приезжаю. Потому что, вот, я чувствую от общения с ними, с этими сиротами, у которых родители наркоманы, алкоголики, брошенные, они больные. И вот мы их лечим, воспитываем, кормим, одеваем, причащаем в церкви. И вот такая от них исходит любовь, благодарность. Они не обхватывают, вот, начинают тереться, как котята. Вот это ни с чем не сравнимо. Благодать Божия. Поэтому любое доброе дело ради Христа, оно дает благодать Божию. Если просто человек делает что-то доброе, там, старушку перевел через дорогу, нет, ничего такого. А вот если ради Христа, вот она идет, тебе неохота, ну, Господь же велел, пошел, проводил ее, отходишь прям вообще. Думаешь, вот это вот жизнь. Поэтому вот из этих четырех источников познается благодать Божия, которая, вот, откроет в Христа Бога.